Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем и сегодня четвёртое занятие, которое посвящено анализу произведений изобразительного искусства. Тема — это цвет и его функции в образном решении картины. Здесь следует сказать о том, что понятие цвета — одно из самых интересных, которое связано с историей искусства и с анализом произведений живописи. Вот этот интерес привёл к тому, что многие мыслители стремились создать некие обобщающие системы, которые позволяли бы описывать цвет максимально полно, то есть описывать все его характеристики. Мы знаем о том, что цвета подразделяются на две большие группы. Это цвета цветные, то есть хроматические, и цвета бесцветные, то есть ахроматические. Ахроматические цвета бесцветные имеют всего одно свойство, одну характеристику, которая позволяет отличать их друг от друга — это понятие светлоты. И цвета цветные, то есть цвета хроматические, они имеют три характеристики, три свойства. Это светлота, насыщенность и цветовой тон. Поэтому вот интерес к миру цвета, который был известен ещё с древнейших времён, первоначально на символическом уровне, и начиная с XVII века — это уже научное отношение, научное описание. Так вот, этот интерес, он в результате привёл к тому, что были созданы различные цветовые системы, которые позволяли описывать цвета с точки зрения их разных характеристик. Цветовые системы подразделяются на несколько групп. Первая группа — это двухмерные, и вторая группа — это трёхмерные. Начало науки о цвете в целом положил Исаак Ньютон, который впервые разложил солнечный свет на спектр, и он впервые создал такую цветовую модель, расположив цвета спектра в такой непрерывной последовательности. И в дальнейшем именно эти опыты послужили основой для первых примеров так называемых цветовых кругов, то есть вот таких вот двухмерных цветовых моделей, которые были предназначены для художников или для других деятелей, которые так или иначе имели потребность и необходимость знакомиться с цветом и подбирать цветовые соотношения, цветовые сочетания. Перед вами один из таких примеров, который был опубликован в XVIII столетии, это образец из издания, предназначенного для художников. Мы видим, что здесь цвета расположены по окружности, они подписаны, и таким образом они описывают вот одну из характеристик. В дальнейшем цветовые модели усложнялись. Большой интерес представляет изыскание Гёте, выдающегося теоретика, который создал собственный цветовой круг. При этом основной упор, основной акцент, он делал на психологическое восприятие цвета, потому что он распределил цвета по парам. То есть у него существуют такие понятия, как пары нехарактерные, то есть которые представляют собой не самое гармоничное сочетание. Представленное изображение, которое перед вами, оно и является примером цветового круга Гёте. Нужно сказать, что в дальнейшем опыты, которые были связаны с психологией восприятия того или иного цвета, они получили широкое распространение, и в современной практике, практике дизайн-проектирования, тоже это всё учитывается, потому что цвет – это одно из самых мощных средств воздействия на эмоции человека, потому что мы знаем о том, что цвет имеет не только психологическое воздействие, он даже может влиять на человека на уровне физиологии, вплоть до того, что может повышаться артериальное давление, или, наоборот, можно помещать человека в такое состояние более спокойное, более гармоничное, более сдержанное, ну, в частности, если использовать охолодные цвета, цвета холодного тона. Поскольку количество цветовых моделей, оно достаточно существенное, вот несколько примеров перед вами на слайде, то нужно выбрать какую-то одну, на основании которой и привести вот этот пример анализа колорита картины. Такой вот двухмерной цветовой моделью, которая является, наверное, самой распространённой и широко используемой, является цветовой круг Иоханнеса Иттона. Это 12-ти частный цветовой круг, который перед вами на слайде, на его основании как раз и можно работать с анализом картины. Начнём с того, что в соответствии с данным цветовым кругом, все цвета, они могут быть поделены на тёплые, так называемый тёплый колорит, это красно-оранжевые оттенки, и на холодные. Холодные цвета – это сине-фиолетовые. Два произведения, которые перед вами на слайде, это картина художника Кустодиева, которая называется «Красавица». Здесь используется тёплая цветовая гамма для того, чтобы подчеркнуть фигуру модели, фигуру наторщицы на синевато-голубоватом холодном фоне. И второе произведение – это работа Пабло Пикассо, которая имеет совершенно другой образ. Она показывает особенности уже художественной культуры XIX и XX века. И холодный колорит, он формирует тоже определённые ощущения, определённые настроения у зрителя, и это очень значимо. Таким образом, первая функция цвета, которую мы можем проследить, это воздействие на эмоциональное состояние зрителя. Вторая функция цвета, которая является также существенной и значимой, это создание объёмной формы. С этой функцией художники были знакомы очень давно. Отметим, что, например, в эпоху Средневековья, в произведениях иконописи, моделировка объёма достигалась именно с помощью цвета, потому что в иконописи, в культовом искусстве, в христианском тени они отсутствовали, потому что они отсутствуют в Царстве Небесном, то есть в мире горнем. И вот эта идеологическая основа повлияла на творческую практику. Однако объём с помощью цвета передавали не только мастера религиозного искусства. Подобные примеры можно встретить и в работах, которые относятся к XX столетию. В частности, перед вами несколько произведений мастеров русского авангарда. С помощью цвета можно передавать также направление движения, как на изображение, которое перед вами. И более того, с помощью использования различных оттенков можно создавать ощущение напряжённости и погружать зрителя в совершенно особую атмосферу. Хрестоматийным примером, который традиционно приводится, когда речь идёт об данной характеристике, является картина «Ночное кафе». «Ночное кафе», работа, которая была создана Ван Гогом. Сам он писал о том, что в этом произведении он пытался изобразить место, где человек губит самого себя, где он сходит с ума или становится преступником. Автор пишет о том, что он хотел выразить пагубную страсть, которая движет людьми, с помощью красного и зелёного цвета. Мы с вами смотрели на цветовой круг Иттона, и также на основании этого инструмента можно называть основные типы цветовой гармонии. Так вот, красные и зелёные цвета, которые расположены друг напротив друга, они являются цветами контрастными или цветами дополнительными. С одной стороны, они усиливают звучание друг друга, с другой стороны, такое сочетание является достаточно агрессивным и утомительным для человеческой психики. Поэтому, когда мы смотрим на произведение Ван Гога, мы видим, что вот это соотношение, это сочетание, оно действительно очень активно воздействует на нас с вами. Второй приём, который можно отметить, говоря про это произведение, это использование не чистого цвета, в частности, речь идёт о жёлтом, немножко как бы загрязнённого, то есть ненасыщенного. Здесь тоже интересно, что цвета, в зависимости от того, берутся они в своём таком первоначальном виде, или они разбелённые или затемнённые, тоже может меняться их отношение, их восприятие. Если жёлтый цвет может ассоциироваться у человека с чем-то очень позитивным, как, например, солнце, морской песок, то если это загрязнённый цвет, как в данном случае, то он сразу вызывает какие-то ассоциации с чем-то неприятным, какой-то нечистоплотностью и так далее. Поэтому здесь вот эти приёмы, которые мастер достигает с помощью интерпретации цвета, они читаются очень наглядно. Кроме контрастных цветов, которые мы с вами подбираем на основании цветового круга, как расположенные друг напротив друга, существуют и другие разновидности. Например, родственные цвета. Родственные цвета – это цвета, которые располагаются в малом хроматическом интервале. Если речь идёт о нашем цветовом круге, то это одна четверть цветового круга, то есть три соседних цвета. Гармония родственных цветов, она воспринимается совершенно иначе. Здесь часто именно такие сочетания используются в пейзажной живописи. Перед вами картина художника Николя Пуссена, а, например, русский художник Иван Шишкин. Он очень часто использовал именно малый хроматический интервал. Это более сдержанное, более созерцательное, более умиротворённое, более спокойное восприятие. Конечно, существуют пейзажи и более драматичные, где мастера используют иные цветовые соотношения. Но вот эти два типа – контрастные и родственные цвета – они являются такими самыми наглядными и самыми очевидными. Способов анализа колорита существует бесчисленное множество. И автором одной из концепций является Гёте, о котором мы сегодня уже с вами говорили. Так вот, у Гёте существовало несколько типов колоритов, которые он подразделял на основании своего цветового круга. Его размышления, они в общем и целом соотносятся с представлениями современной колористики. В частности, один из типов колорита, которые он выделяет, он имел наименование «блестящего», который представлял собой сочетание, условно говоря, родственных и контрастных цветов. Перед вами картина Николя Пуссена, французского мастера, которая работала в контексте классицизма, которая посвящена евангельскому событию. Это «Христос и грешница». Так вот, здесь для того, чтобы привлечь внимание зрителя к первому плану, на котором разворачивается эта драматичная сцена, это динамичная композиция, художник использует сдержанное цветовое решение, то есть родственные тона для решения пейзажного фона. Это пейзаж и архитектурный фон, которые занимают задний план данного полотна. Таким образом, цвет, как мы увидели, имеет несколько функций, которые могут быть учтены при анализе и описании картины. Здесь самое главное – использовать корректную терминологию, то есть родственные цвета, еще раз повторю, это цвета, которые расположены в малом хроматическом интервале, их не нужно путать с так называемыми похожими цветами, это совершенно иной термин колористики, и контрастные цвета – это цвета, которые расположены друг напротив друга. Но если говорить о цветах бесцветных, то есть ахроматических, там тоже можно говорить о контрастных сочетаниях, например, контраст светлого и темного, то есть диаметральным контрастом такого рода является сочетание черного и белого цвета. Но черный и белый цвет, они в большей степени, наверное, как такое уникальное средство выразительности, используются в другой разновидности изобразительного искусства, а именно в графике, потому что там чаще всего мастера, они работают именно вот с этим соотношением. Однако графика – это совершенно особый вид искусства, который имеет свою специфику, поэтому он находится за рамками данного курса, мы иногда будем привлекать его для таких вот аналогий, как мы сделали сегодня. Я благодарю вас за внимание и до следующего раза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова